Посмотрите, наши банки, российские банки, в целом на данный момент времени прокредитовали украинскую экономику на 25 миллиардов долларов. Если наши партнёры в Европе, в Штатах хотят помочь Украине, то как они могут подрывать финансовую базу, ограничивая доступ наших финансовых учреждений к международным рынкам капитала? Они хотят что, завалить наши банки? Ну тогда они завалят Украину. Они вообще думают, что они делают или нет? Или политика застилает глаза? Значит, глаза, как известно, это часть мозга, вынесенная на периферию. У них что, что-то там отключилось по мозгу? Значит, вот тот банк, о котором я упоминал, у нас Газпромбанк есть такой, который прокредитовал только в этом году, в этом календарном году, на 1,4 плюс 1,8 миллиарда долларов Украину по энергетике. Значит, 3,2 миллиарда, да? Да, вот он и выдал. Значит, он в одном случае прокредитовал НАК Украины, это государственную компанию, а в другой случае, 4,1, выдал частной компании под низкую цену на газ для того, чтобы поддержать химическую отрасль промышленности. Значит, и в том, и в другом случае, этот банк имеет право сегодня предъявить требования к досрочному погашению, потому что украинские партнёры не выполняют кредитных обязательств. Что касается НАКа. Вопрос, что он платит, они или нет? Зицалин и момент, они обслуживают кредит, один из кредитов обслуживается, но, тем не менее, НАКа у Украины, есть условия, которые, тем не менее, всё равно нарушаются. И у банка есть формальное право предъявить претензии к досрочному погашению. Во втором случае 1,4 миллиарда там вообще не возвращается. Правительство заморозило этот газ в подземном хранилище, не выдаёт в свою промышленность. То, что они подрывают химическую промышленность, это их дело, как бы людей без работы оставлять, что тоже плохо, но это их дело. Но поскольку газ до потребителя не доходит, не оплачивается, наш банк не получает назад этих денег, и он тоже имеет право предъявить требования к досрочному погашению. Но если мы это сделаем, завалится вся финансовая система Украины. А если мы это не сделаем, может завалиться наш банк. А что нам делать? Кроме этого, вот тот кредит, который мы выдали, 3 миллиарда долларов, ровно год назад мы его выдали, там есть условия, что если общий долг Украины превысит 60% ВВП, то мы, Минфин России, имеют право предъявить требования к досрочному погашению. Если мы это и сделаем, вся финансовая система опять завалится. Мы уже приняли решение, мы этого не будем делать, мы не хотим усугублять ситуацию, мы хотим, чтобы Украина наконец вставала на ноги. Но в случае с банком, это финансовые учреждения, это акционерное общество, в том числе с иностранными акционерами. Вот это, в принципе, ответ на ваш вопрос. Любые ограничения, они контрпродуктивны и в конечном итоге наносят ущерб всем участникам международной экономической либо финансовой деятельности. Не все страны группы 20 разделяют позиции, одинаковые позиции. К примеру, у нас есть государство БРИК, в которое входит и Россия, которые объединились, чтобы стимулировать экономическую кооперацию. Вы в прошлом году создали собственный банк развития в рамках БРИКС, чтобы на международном финансовом секторе в будущем противостоять Западу. Это что, еще одно расслоение этого рынка? Нет, нет, не нужно так понимать. Вопрос заключается в следующем. Мы действительно на последнем саммите стран БРИКС в Бразилии приняли решение о создании нескольких финансовых инструментов, точнее двух. Это банк развития БРИКС и пул резервных валют. Этот пул резервных валют, безусловно, он создается на тех же принципах, как и МВФ, и в этом смысле можно считать его в определенном смысле аналогом. Но он создается совершенно для других целей. Он создается для целей развития только стран группы БРИКС, прежде всего развития стран группы БРИКС, и не собирается подменять собой глобальные институты, такие как МВФ. Что, на мой взгляд, опасно, это начать сепарализировать международные экономические отношения. Это касается не только валютной составляющей, но и торговой. Известно, что в определенный тупик зашли переговоры в рамках ВТО, так называемый Дахийский раунд. Никак страны между собой развитой экономики и развивающиеся не могут договориться о том, как должны быть правила игры. В сельском хозяйстве по некоторым другим позициям. И сегодня мы так слышим какие-то намеки от наших партнёров, прежде всего и Соединённых Штатов, о создании с одной стороны Атлантического альянса, а с другой стороны Тихоокеанского альянса с теми, кто отвечает определённым, как нашим партнёрам кажется, требованиям. А ВТО вроде уже и не является такой важной организацией. Мне кажется, что это такой достаточно опасный путь, потому что и развивающиеся экономики, они играют всё большую и большую роль в мировой экономике в целом. И пренебрегать этим очень опасно. Ну вот, допустим, по паритету покупательной способности совокупный ВВП стран БРИКС уже выше, чем совокупный ВВП стран Большой Семёрки, так называемой. Если по паритету покупательной способности страны БРИКС уже 37 с лишним триллионов долларов, то у Большой Восьмёрки это, по-моему, 34,5 триллиона долларов. И тенденция к увеличению в сторону и в пользу БРИКС, а не наоборот. Поэтому, мне кажется, нужно не вести какие-то достаточно мощные, но всё-таки не идти по пути создания мощных, но всё-таки локальных объединений, а всё-таки добиваться согласия в рамках глобальных организаций. Вот мы с вами говорили о том, что происходит в торговле и насколько там вредно или не вредно то, что происходит в последнее время. Вы знаете, если наши банки хотя бы частично отключают от международного финансирования, то они меньше получают ресурсов. Но это значит, что наши участники экономической деятельности могут меньше закупить у вас товаров. Ведь наша совместная деятельность, скажем, между Федеративной Республикой и Российской Федерацией, она обеспечивает сотни тысяч рабочих мест в Германии. Некоторые специалисты считают, что до 300 тысяч рабочих мест поддерживается за счёт наших торгово-экономических связей. Субтитры создавал DimaTorzok